всем доброе утро всех приветствую на моем канале спасибо что зашли и что просматривайте мое видео сегодня я решила включиться в своем рабочем месте это ателье и хочу вам показать насколько много работы я сейчас имею сейчас очень сложный сезон начался это сезон выпускных платьев в америке начинают уже приносить заказы в январе месяце у них выпускные в разные дни в разные месяцы в разных школах и вот этот вот сезон закончится в мае так что сейчас я очень-очень загружена и хочу вам показать вот насколько много работы я имею ну вот начнем с платьев платье есть дорогие есть конечно дешевенькие платится но все они в основном вышиты вот секвенса бусами то есть вот такой стилю девочек насчитала я на данное время я имею около 80 платьев также есть свадебные платья но сезон начнется в мае по свадебным платьям основном девочки заказывают через онлайн магазины естественно приходится потом подгонять и по длине и по объемам так что работы много также они обмениваются у них еще что самое интересное у них выпускные два раза то есть на один раз в год они выпускаются потом на следующий год они снова должны приобретать платье и вот они обмениваются между друг дружкой перекупают у друг друга в общем куча вот эту кучу я принесла с дома вот это у меня был объем работы на субботу воскресенье понедельник вот сейчас буду разбирать все от утюживать и ждать девочек чтобы они забрали свой заказ ну это уже вот обычные заказы здесь уже в основном замена змег подгибка джинс брюк скоро сезон вот этой работой тоже закончится и начнут клиенты нести уже летнюю одежду еще немного конечно это тяжелый период потому что все вещи куртки достаточно тяжелые приносят и дубленки на ремонт и меховые изделия и это все конечно тяжело тяжело работать с ними вот посмотрите какая кожа плотная это же кошмар машинка моя еле взяла эту кожу есть некоторая проблема у меня с руками потому что я постоянно работаю и у меня между суставами не успевает восполняться вот эта жидкость межсуставная и я сейчас пью специальные таблетки три раза в день пью таблеточки чтобы восстановить свои суставы вот две стойки две стойки и все они заполнены сейчас идем посмотрим что у меня тут по списку я вам уже показывала что я каждый день планирую вот у меня по списку 4 выпускных платья и один жакет поменять смеечку сейчас буду просматривать что готова буду отмечать также вам могу показать что у меня есть подсобное помещение вот здесь очень много тканей я думала планировала шить еще свои изделия какие-то оригинальные фасоны пальто платьев но с таким объемом работы у меня нет времени заниматься этим вот так же у меня есть туалетик в самом ключу отдельное помещение кран вода холодильничек небольшой микроволновочка печечкой здесь можно делать горячие бутерброды пиццу разогревать здесь я кофе делаю тостер ну и вот так такое небольшое помещение где я могу сделать какую-то еду для себя я не хожу не покупаю фастфуд я беру еду с дома так что вот так ну что я буду начинать работать желаю всем хорошего дня подписывайтесь на мой канал кому нравится кому не нравится отмечайтесь всего вам хорошего до нового видео пока вот девочки вернулась я домой отработала мой режим дня до шести часов приехала домой восемь то есть переработка конечно дает о себе знать уставшая немножко повозилась на кухне поужинала и вот снова спуская свой свою швейную комнату и сейчас хочу вам показать вот что я взяла чтобы работать до часу ночи и подтянуть заказы на завтра вот моя сумка которую я наполняю каждый свой рабочий день и беру работу на дом вот мне нужно сделать портьеры мне нужно вставить змейку в эту кофту мне нужно закончить вот этот выпускное платье вот это выпускное платье здесь осталось немного но очень много работы с бусами бусы секвенс то есть мне нужно будет восстановить вот этот вот декоративный пояс осталось здесь немного но все же время нужно потратить и перестрочить змейку сделать более длиннее вот можете наблюдать у нас немного спортивных тренажеров есть в доме но заниматься конечно нет времени не каждый день вот я использую беговую дорожку и вот мой тренажер это велосипедик на зиму у меня есть такой обычный велосипед уличный вот я катаюсь но не так часто как хотелось бы вот есть гантельки есть резинки и этот хороший очень очень хороший валик нужно ложиться и прокатываться спиной и выравнивать свою спину очень здорово но когда долго не делаешь не занимаешься это очень сложно и болезненно также мы имеем вот такое кресло массажное я очень его люблю я его когда-то дарила на новый год ну своему мужу в подарок но в основном я его использую очень хорошо массирует и ноги и спину и руки в общем спасает спасает ну а это тренажер для мужа ну я в основном занимаюсь конечно же по выходным дня я уделяю по 15-20 минут вот включаю видео себе делаю зарядку включая Анну Куркурину нашу украинскую спортсменку самую сильную женщину в мире многие наверное ее знают и многие наверное удивляются ее внешнему виду она очень похоже напоминает нам мужчину но все-таки нужно отдать этой женщине так скажем свою признательность в том что она сумела сделать из себя именно настоящую спортсменку кто не знает найдите на ютюбе ее занятия просмотрите несколько видео вы тогда все поймете что она из себя представляет как она проводит свои уроки как она относится к нам к женщинам разного возраста в нем медицинское образование в общем она очень хороший специалист ну вот так вот еще одно здесь платье у меня лежит это коробки я подготавливаю не всегда есть большие размеры коробок я если вижу где-то или в магазине я беру эти коробки для того чтобы высылать посылки на Украину своим своим родственникам у меня так получается что я высылаю три-четыре посылки в год вот моя Лилуша кто не знает знакомьтесь знакомьтесь со мной меня зовут Лилу да сейчас открою клеточку ей пускай она побегает помашет крылышками она может полетать да я говорю всегда аккуратно аккуратно летай она бывает и клювом промахнется стукнется об стену да Лилуша нужно аккуратненько ну в общем вот так смотрю свое русское телевидение пусть говорят прямой эфир с Малаховым в общем вот так девочки я открыла клетку вам сказала что она может полететь и вот она полетела и вот посмотрите где она сидит привет Лилуша привет моя маленькая полетела полетела прямо к нам в бар ну так ну а если водичку откроем вот видите и полетела ну так вот она летает ну сейчас надо будет ее посадить обратно в клетку ну тоже нужно тоже нужно чтобы она немножко как говорится мышцы ее работали поэтому я ничего не имею против да Лилуша скажи я же птичка должна летать да моя маленькая да хорошая моя девочка ну что мои дорогие на сегодня все уже 11 часов я иду буду продолжать работать подготавливать заказы на завтра Лилуша уже в клетке наверное уже не будет летать желаю вам всем доброй ночи и хорошего завтрашнего утра буду стараться надолго не пропадать всем спасибо кто подписался и кто заходит на мой канал всего вам хорошего до встречи пока